Марат Амирович, во-первых, я хотела бы вас прям поблагодарить, похвалить. Я вам могу сказать, что на отчетном вебинаре вы были прям Бэтменом. Это первое, что пришло мне в голову на самом деле, когда я посмотрела отчетный вебинар. Было все четко, по делу, вот прям как вот надо. Но тем не менее, все равно у некоторых партнеров, плюс на самом деле хотела сказать, что вообще отчетный вебинар очень повысил уровень доверия. Пришло понимание, что такое произошло, что происходило за весь период этого времени. И, конечно же, доверие к фонду, доверие к вам как основателю, к нам как амбассадорам. Марат Амирович, но все-таки были некоторые недопонимания, и я бы хотела как раз таки озвучить те вопросы, которые были недопоняты именно на отчетном вебинаре и, возможно, на дайджесте. Готовы? Да. Спасибо большое за теплый отзыв. Да, готов на все вопросы ответить. Так. В общем, разбираем более детально некоторые вопросы. Почему в личном кабинете отобразились реферальные начисления за отчетную неделю? Они должны были пойти на уменьшение кассового разрыва в соответствии с антикризисным планом. Все уже были к этому готовы, но опять начислили? Мы с IT-департаментом немножко друг друга недопоняли. Они поняли, что будут в четверг отключать начисление Sunrise программы. И когда в понедельник, так скажем, увидели начисление, они поняли, что Sunrise программа не отключена. Но мы эту цифру можем учесть при следующем начислении. То есть, в принципе, цифру можно посчитать и зафиксировать и учесть на следующей неделе. То есть, это как один из вопросов. На этой неделе вычитаться не будет, а с доходности следующей недели вычтут ту сумму, которая начислялась на этой неделе. Все верно? Да, верно. Так. Хорошо. На отчетном вы сказали, что кассовый разрыв 140 миллионов долларов. На дайджесте 74 либо 75. Какая в итоге сумма кассового разрыва? И на отчетном вебинаре. На дайджесте я говорил, что цифра колеблется от 70 до 140 миллионов. Но самое, скажем, страшное. У нас же рынок динамичный. И в момент фиксации цифра может от 70 до 140 миллионов разница. Ну, зависит от состояния на рынке, от курса, от многих разных показателей. То есть, я на отчетном на дайджесте давал точную цифру в моменте. То есть, у нас в моменте на понедельник был кассовый разрыв именно такой. Какой он будет в момент фиксации, цифра может быть другой. А в моменте именно цифра такая. И есть еще заранее выставленные ордера. Соответственно, если мы будем закрываться по профитным ордерам, по заранее выставленным ордерам, то мы прям можем попасть 100% в точку. Если будет экстренное закрытие, ну, внеплановое, так скажем, уже по факту, то цифра может разниться до 15%. Ну, имеется в виду или 74, или там 140. Плавать. Имеется в виду 15% от портфеля. А что значит экстренное закрытие? С чем оно может быть связано? Вот решили прям вот сегодня всем раздать деньги. И вот не завтра, не послезавтра, а прям сегодня. И сегодня мы закрываем по вот текущим курсам в таком состоянии, в каком оно есть. То есть, мы закрываемся по рынку. Это не заранее выставленные ордера, а это рыночные ордера. Мы просто срываем стакан по тому курсу, который там есть. Следующий вопрос. Если биткоин вырастет до 54 тысяч долларов, то кассовый разрыв будет выполнен полностью или все же нет? На сегодня это уже показатель намного меньше. 2%. Даже при наступлении курса 51, я думаю, что мы уже, скажем, у нас не будет кассового разрыва. Марат Амирович, вы перешли на разговор на нашем языке, многих инвесторов, я на вашем. Сейчас главная тема. Как вы же видите делать? Выводы. Выводы возобновятся только после полного устранения кассового разрыва или раньше. На отчетном вебинаре вы озвучили, что можно будет выводить за предыдущие 4 недели. Какие недели? Когда? Сколько? Конкретно можно будет выводить? Без переводчика, к сожалению, многие не поняли и просят раскрыть вопрос полностью. Если честно, у нас внутри еще, скажем, нет абсолютного согласия в какой-то определенной стратегии. И такая, скажем, официальная формулировка на сегодняшний день, это к 25 числу, то есть после 25 числа можно создавать заявку на вывод. Сроки ее обработки как раз будут зависеть от текущего состояния в плане и выполнения каких-то задач по антикризисным программам, по снижению кассового разрыва. К сожалению, очень много на сегодняшний день, скажем, разных факторов, на которые мы не можем повлиять и, соответственно, от них зависим. И, например, доступ к биржам, опять же, санкции, да, там, вроде, вот, приведу такой пример, чтобы у меня забрали аккаунт, да, Инстаграм у меня забрал аккаунт. У нас, вот, честно, мне помогают вести Инстаграм аккаунт, и мой Инстаграм аккаунт ведут несколько человек, находящиеся в России, находящиеся в России, проживающие в России. И Инстаграм, он отслеживает не только гражданство. Например, мы можем быть эстонцами, но если основные запросы идут с IP-адресов России, то они нас определяют как россиян. И, соответственно, санкции, которые вводят там финансовые организации, западные компании, которые у нас являются партнерами, ну, в выполнении каких-то аутсорсинговых вопросов. Даже говорю, Инстаграм, вот, есть у нас официальный канал Амир Кэпитал, его у нас заблокировали, и мы сейчас в эфир выходим с резервного аккаунта, и, казалось бы, восстановить, ну, безобидный Инстаграм страничку, Инстаграм канал, да. Но при этом Инстаграм тоже, как, такую выражает ярко, мне кажется, ярко выражает какую-то позицию, да, там, по поводу нежелания помогать или, там, содействовать восстановлению каких-то вещей. Вот, такое отношение мы сейчас испытываем сплошь и рядом, даже, можно сказать, в каких-то, ну, там, безобидно, ну, мелких каких-то организациях. Вот, мир, как бы, ополчился, да, там, и, соответственно, там, максимально пытаются... На самом деле, Марат Амирович, про Инстаграм немножко не так, я могу сказать, что у меня весь сентябрь был заблокирован Инстаграм, и его просто очень сложно на сегодняшний день, в принципе, восстановить, это нужно постоянно писать письма, и не факт, что это получится. То есть, это не только с сегодняшней ситуацией, это было и ранее, просто на сегодняшний день еще сложнее, видимо, стало. Вот, как раз-таки, как отражаются санкции и вообще ситуация мировая на Амир Кэпитал? К выводам мы еще все равно вернемся. Давайте поговорим сначала на эту тему. Ну, как я уже говорил, что... Неохотно отвечают. Если даже отвечают, то какими-то общими фразами. Возможно, я это связываю с санкциями, и мы пытаемся, скажем, более активно и более мягко вести какие-то переговоры. Если раньше мы на правах вип-клиента могли ударить по столу, что-то потребовать, сейчас положение очень сильно изменилось, и, соответственно, если ты начинаешь грубить, в требовательной форме вести диалог, то просто-напросто перестают отвечать. Соответственно, там набираешь побольше воздуха, успокаиваешься, переходишь на какой-то более вежливый тон, вроде бы начинают выходить на связь и отвечать. Как я уже говорил, у нас... Ну, мы сейчас пересматриваем определенную стратегию, но не придавали каким-то вещам значения. Например, у нас многие трейдеры находятся на территории России. И у нас есть отдельные выделенные каналы. Ну, и, соответственно, чтобы, скажем, нас не скидывали биржи, биржи имеют... То есть, они к статистическим IP-адресам относятся более лояльно. То есть, если у тебя динамический IP-адрес, ну, то есть, там, запросы приходят с разных IP-адресов, то они это оценивают как... Ну, их служба безопасности оценивают как угрозу и, соответственно, скидывают API-ключи. И чтобы такого не происходило, мы ставим, ну, статистические адреса, да, там, а эти многие адреса были, ну, через российские ресурсы. И, соответственно, ну, вот запросы, какие-то контакты, они видят, что, может быть, оформлено это на казаха или на эстонца. Но так как основные, ну, запросы идут с российского IP-адреса, они, ну, очень скептически ко всему относятся, не идут на контакт, может быть, в открытую, не выражают какую-то свою, ну, скажем, враждебность. Ну, по факту, ну, или на сегодняшний день, может быть, просто действительно ситуация, накалилась очень, ну, скажем, высоко. И, соответственно, это мое такое, скажем, воображение в плане того, что вот эта вся медлительность или, наоборот, желание быстро достичь результата. И мне кажется, что каждая секунда длится вечность, да. И там каждый день, там, это как, ну, не знаю, ну, время течет очень медленно и, соответственно, отвечают медленно. В каждом слове ищешь какой-то подвох, какой-то негатив. Марат Амиревич, ну, это вы сейчас рассказываете про еженедельную торговку, ну, торговлю, которая сейчас идет, либо про восстановление каких-то счетов, которые уже заблокированы. Да, еженедельная торговля, слава богу, у нас идет без таких больших каких-то сбоев. Да, есть периодические, там, оперативные какие-то вопросы возникающие, но еженедельная торговля, слава богу, идет хорошо. Я сейчас рассказываю именно по поводу восстановления доступов, ну, восстановления, скажем, двухфакторных аунтификаций к некоторым биржам, ну, и так далее, и так далее. Ну, то есть понятно, на это потребуется время. Давайте тогда все-таки про выводы мы озвучим, что, ну, точнее как, озвучьте вы со своей стороны. То есть выводы, регламент пока мы не озвучим. Все все-таки будет происходить от ситуации. И 25.03 вы озвучите уже то, что произошло за месяц, как прошли антикризисные меры. И, исходя уже из этого, будете озвучивать про выводы. Правильно? Я понимаю. Точно можно сказать, что с 26.06 заявки будут обрабатываться. И у меня есть хорошие новости. У нас активировались продажи, внешние продажи токенов и внешние продажи долей. И 100% выручку за эти операции мы распределяем на выводы. И, соответственно, ну, это под контролем самих партнеров. Имеется в виду те ребята, которые осуществили продажу доли или продажу внешней продажи токенов. И внешней продажи доли 100% выручка этих денег идет на распределение по выплатам нашим инвесторам. И это идет под контролем человека, который осуществил эту продажу. И сейчас у нас в этом плане пошла такая хорошая, достаточно активность, динамика. Я думаю, в ближайшее время мы запишем отзывы, пригласим этих ребят, чтобы они поделились как-то кейсами. И, соответственно, это тоже влияет на то, что произойдет 26 числа. И 26.03 вы точно можете оформлять заявки. Оформление заявки, это же не значит, что эта заявка исполнится. То есть оформить-то ее можно, но она же может висеть в кабинете для достаточно долгий период времени. Да, она 100% исполнится. Вопрос, по какому ремонту... Можно про 100% не озвучивать, пожалуйста. Я вас очень прошу, Марат Амедович. У нас ситуация меняется ежеминутно и ежечасно, пожалуйста, без стопроцентных озвучек. Вероятно. Да. Окей. Пусть будет так. Меня сегодня целый день поправляют. Я уже такой закомплексованный по этому поводу. Ну, по крайней мере, так хочется. Планируем, чтобы регламенты, по которым будут обрабатываться заявки с 26-го числа. Ну, сейчас, по крайней мере, вот та стратегия, которая присутствует сейчас, она точно продолжится. И я думаю, что добавятся еще какие-то улучшения. Ну, я думаю, 25-го мы более точную информацию выдадим. Марат Амедович, ведете ли вы переговоры с какими-нибудь крупными инвесторами, которые сразу покупают долю от миллиона долларов? Да, сегодня у меня были переговоры о случае с двумя крупными инвесторами. И длились они достаточно. И ребята, в принципе, настроены очень хорошо. Эти ребята, скорее всего, войдут в совет управления, да? Есть общие условия, да. Есть общие условия по наблюдательному совету. Ну, и, соответственно, ни для кого там не будет каких-то там исключений. И, соответственно, если они будут удовлетворять эти условия, то обязательно войдут в наблюдательный совет. Как вы думаете, кто вообще будет в наблюдательном совете? Люди из каких стран? По вашему предчувствию, так сказать, на сегодняшний день? Есть пожелания. Я часто обращаюсь к нашим ребятам, с которыми мы уже по 3-4 года вместе. И я там в наших беседах, я бы тебя хотел видеть в наблюдательном совете. Ну, опять же, я вижу отношение к компании, я вижу здравость идей, которые он предлагает, да, там, как он рассуждает. И вот от такой помощи, ну, я бы, например, не отказался. Есть там компании-партнеры, которые вот сейчас на данный момент там предлагают какие-то коллаборации, какие-то совместные там акции и так далее. И, ну, вот, есть пул ребят, которых я бы хотел видеть в наблюдательном совете. Конечно, если нужда как бы заставит и, соответственно, придет инвестор, крупный инвестор, так скажем, со стороны и, условно говоря, купит большое количество мест в наблюдательном совете, ну, и я вынужден буду так поступить, то так оно и будет. Сейчас я прям вот не могу сказать, кто уже там в наблюдательном совете или кто будет, да, там, ну, вот с теми, кто, кого бы хотел видеть, я им об этом говорю. Марат Амирыч, на какую сумму на сегодняшний день уже выкуплены доли и токены? Токены выкуплены на сумму 4 миллиона, по доле точно не скажу, по доле точно не скажу. Вот по токенам знаю, что выкуплены на сумму 4 миллиона. Как раз-таки вопрос по токенам. Решен ли вопрос покупки токенов из накопительного счета или каким-то иным способом для тех инвесторов, которые не успели приобрести? Думали, думали и надумали. В нынешней ситуации разглядели, так сказать, перспективы проекта. Решен ли вопрос? Пропадала я, да? Решен ли вопрос по покупке токена из накопительного счета или каким-то иным другим способом? Да, мы это уже озвучили, наверное, давайте повторю, если кто не слышал. То вы подаете заявку на вывод из накопительного в кошелек и дублируете по номеру заявки, по логину и номеру заявки, дублируете письмо в саппорт, что эта заявка направлена на покупку токена и доли. Соответственно, вам удовлетворяют эту заявку и вы на основании уже выведенных денег на кошельке покупаете токены и доли. Эти заявки могут поправляться раз. Сначала создается заявка на вывод, потом пишется в саппорт логин и номер заявки. То есть вы создаете заявку на 5000. Она уже в накопительном создана. То есть заявка на вывод из накопительного в кошелек. Заявка уже создана. И на основании этой заявки вы пишете в саппорт, что я создал заявку под номером таким-то для вывода на кошелек и дальнейшей покупки токена и доли на такую-то сумму. Прошу удовлетворить заявку на вывод. И она, такие заявки обрабатываются раз в сутки. То есть если вы, например, сегодня в 12 часов ночи такую заявку создали, то она удовлетворится на следующий день с 7 до 8. Если вы ее в 6 часов вечера создали, она обработается с 7 до 8. То есть раз в сутки с 7 до 8 вечера эти заявки будут обрабатываться. Марат Амирович, у нас уже с пятницы кошелек будет работать полноценно. То есть можно будет заводить, выводить и, в принципе, просто держать криптовалюту на кошельке. Все верно? Да, верно. В 6 часов вечера. Я могу полностью регламент весь озвучить. Сегодня вечером уже IT-отдел создал зеркало. Ну, то есть точную копию нашей базы. И сегодня вечером на копии будут производиться переводы с кошелька на накопительные. И завтра до обеда уже будут определенные результаты. Соответственно, выявятся какие-то технические доработки. Ну, баги так их назовем. Соответственно, завтра в течение дня они устранятся. И в 8 часов вечера, завтра в 8 часов вечера полностью кошелек закроется. Кошелек будет недоступен ни для каких операций. То есть более суток, завтра с 8 часов вечера и до 6 часов вечера следующего дня, то есть с 8 часов четверга, до 6 вечера пятницы кошелек будет недоступен. Личный кабинет будет недоступен. С 8 часов вечера мы начнем перенос средств с кошелька на накопительный. И этот процесс занимает около 14 часов. То есть в 10 часов утра перенос будет полностью завершен. И начнется сверка. Сверка занимает около 4 часов. То есть к 2 часам полностью сверка будет закончена. И с 2 часов начнется запуск всех сервисов. То есть P2P, переводы по e-mail, по номеру телефона, ввод-вывод. То есть запуск всех сервисов планируем закончить к 6 часов вечера. И в 6 часов вечера пятницу мы запустим полноценно работающий кошелек с полным функционалом. Марат Амирович, у нас появилась для инвесторов, как бы можно сказать, лазейка, как можно вывести средства. Можно же создать заявку, написать в саппорт, сказать, что я хочу купить долю. Но тем не менее вывести эти средства на внешний кошелек. Или как-то это будет все-таки обговариваться, блокироваться и каким способом? Не всем, возможно, будет удовлетворена эта заявка. Если мы усомнимся в чисто плотности этого клиента, ну, есть, можно сказать, многих мы знаем в лицо, есть история, есть какой-то баланс остатков на кошельке. И если есть, будет необходимость, то мы свяжемся с этим инвестором, прежде чем удовлетворить заявку, мы свяжемся с этим инвестором и, ну, в голосовой форме или по e-mail еще раз убедимся в серьезности его намерения. То есть, условно говоря, у него на остатке 10 тысяч и он выводит 5 тысяч, мы понимаем, что человек, ну, как, его намерение серьезное. Если у него, там, он выводит 5 тысяч и на остатке у него 0, мы понимаем, что это какая-то сомнительная операция, мы можем с ним связаться и, там, попросить, там, поручительства, да, кого-нибудь. За этого инвестора. Соответственно, если мы не найдем поручителя и не найдем каких-то поводов, что действительно операция состоится, то, естественно, мы откажем ему в данном переводе. Поняла. Марат Амирович, следующий вопрос. Давайте более подробно расскажем людям, чем отличается Амир Финанс от Амир Вашингт. Валет. Не то, что прям будем рассказывать о двух этих бизнесах, но раньше, я так понимаю, из Амир Валет деньги перетекали во мир финансового управления. Сейчас вы сказали, что это будут абсолютно два разных бизнеса и абсолютно по-разному будут управляться. Можете разъяснить более подробно? Да, с удовольствием. Они и ранее были два абсолютно разных бизнеса. И моя ошибка была в том, что я подробно вот эту разницу не объяснял. Возможно, скажем, мне казалось, что это понятно каждому, любому. То есть, есть управляющая компания Амир Финанс, мы это оглашали, несколько раз показывали, это везде на слайдах у нас указано. И мне казалось, что это до того очевидная вещь, что всем все понятно. И вот столкнувшись вот с такой ситуацией, я понял, что даже не то, что управляющая компанией Амир Финанс и Амир Валет, и в этом еще участвует Амир Капитал. То есть, у всех Амир Капитал ассоциируется с трейдинговой компанией, которая приумножает средства в основном за счет активного трейдинга на биржах. И вот недавно на вебинаре, на отчетном вебинаре, на последних выступлениях в Криптомире, в Амир Дайджесте, я уже понял, что надо людям разъяснить, что это три отдельных друг от друга и юридически, и функционально, и с точки зрения бизнес-моделей, и с точки зрения финансовой модели. Это разные, абсолютно разные бизнесы. Амир Валет предназначен для хранения, для осуществления платежей и переводов. Это, можно сказать, мультифункциональный сервис. То есть, это площадка для, ну, то есть, агрегатор для мультифункциональных сервисов. Вы можете купить товары народного потребления. Мы будем там размещать абсолютно разные сервисы, где человек может пользоваться. Ну, вот как раз таки, Марат Амирович, для всех была неожиданность, что люди, многие использовали просто Амир Валет, как именно крипто-кошелек, и никто не ожидал, что могут в какой-то момент заблокировать их средства. Я так понимаю, на сегодняшний день, как раз таки, когда вы разделили все-таки управление Амир Валет и Амир Финанс, такого произойти больше не может. Да, и вот наша ошибка именно была в том, что мы смешали и не разделяли, сами смешали и не разделяли два этих бизнеса. И вот, кажется, Рустам Брукеев предложил как раз этот вариант, почему Амир Валет должен нести последствия или наказание за, ну, скажем, за ошибку другого бизнеса. Давайте разделим эти бизнесы. И вот, наверное, это было таким хорошим большим шагом, стратегическим решением разделить. То есть, действительно, сейчас, на данный момент, там осталась одна ошибка, это вот кассовый разрыв. Все остальные ошибки, то есть, технического плана и так далее, и так далее, мы устранили. И, соответственно, сейчас мы разделили специально, чтобы у нас сервис Амир Валет работал полнофункционально, и у людей потихоньку появлялась возможность пользоваться всеми преимуществами кошелька, чтобы кошелек был кошельком, действительно. Вот смотрите, Марат Амирович, в кошельке у нас на сегодняшний день можно будет, как бы, хранить и даже приумножать на остаток криптовалюту биткоин, эфириум, USDT. Дальше можно будет пользоваться магазином Solar Gifts, конвертация валюты, вводы, выводы. И те деньги, которые будут поступать на кошелек, как вы ими планируете распоряжаться? То есть, они будут у вас в быстрой доступности, вы их не будете больше брать на торговлю. Как это будет происходить? Как клиенту на сегодняшний день удостовериться, что действительно деньги, которые на кошельке, они в целости и сохранности и можно в любой момент будет вывести? Было принято решение, что несколько месяцев мы не будем использовать эти средства в каких-либо других операциях, до полного восстановления кассового разрыва. И, соответственно, новые деньги, которые будут поступать в пятницу, они будут только в распоряжении самого кошелька, и ни один другой какой-то сервис, бизнес не может воспользоваться этими средствами. И даже мы создаем определенный арбитраж, то есть мы подстраховываем, то есть дополнительно мы вводим определенную сумму денег для того, чтобы этот сервис работал достаточно быстро. То есть у нас есть техническая, скажем, такая необходимость, когда человек ввел деньги, и если он через две минуты или через минуту уже хочет вывести эти деньги, у нас есть техническая такая штука, которая не позволит это сделать, и чтобы избежать этого, нам нужно иметь определенные свои средства на кошельке. И, соответственно, в пятницу, на момент запуска кошелька, эта операция называется арбитраж, да, соответственно, на кошельке уже будут деньги для того, чтобы каждый клиент, который захочет удостовериться, насколько быстро кошелек работает, то он может завести там 100 долларов и буквально через минуту там вывести, да, и, соответственно, он увидит, насколько кошелек работает. То есть на первое время мы даже будем иметь какой-то определенный запас денег. Денег на кошельке будет немножко больше, чем мы должны, так скажем, нашим пользователям кошелька. Да, со временем развитие наших сервисов, которые нам будут приносить доход, мы, ну, с увеличением количества пользователей, мы будем смотреть на статистику. Я вам, ну, как бы честно там признаюсь, что деньги в любом случае будут работать и использоваться как-то. Единственное, возможно, мы будем пересматривать какие-то пропорции. Ну, то есть раньше это было 20-30-50, то есть 20% было в прямом доступе, 30% было в 10-минутном доступе и 50% использовалось в суточном доступе. Мы можем со временем вот эти пропорции изменять, но на начальном этапе на определенном каком-то показателе, например, на кошельке уже постоянно 10 миллионов на протяжении, к примеру, трех недель. И, соответственно, мы принимаем решение, что 50% остается постоянно на кошельке, 30% мы используем там, 20% мы используем там. Но это будет все теперь происходить сведомо и разрешение наблюдательного совета. То есть наблюдательный совет, исполнительный комитет, он будет полностью под отчетен наблюдательному совету. Возможно, в первоначальном частота обмена информацией будет раз в неделю, к примеру. Со временем, может быть, эта частота будет уменьшаться раз в месяц, к примеру. Но любое действие, оно будет сведомо и разрешение, так скажем, наблюдательного совета. Все решения будут обосновываться, аргументироваться на цифрах, на, скажем, маркетинговых каких-то определенных аргументах, ну и так далее и тому подобное. То есть уже... Так, начисляются проценты, то есть, соответственно, кошелек должен как-то зарабатывать эти проценты для того, чтобы людям их выплачивать. Да. Ну, ближайшие, например, там, 2-3 месяца при, там, небольших определенных суммах понятно, что мы будем, ну, условно, в минусе. То есть это, возможно, будет из каких-то, там, компенсироваться из будущих каких-то прибылей. То есть, например, там, кошельком будет пользоваться, там, общая сумма, там, миллион долларов и минимальный остаток это будет, там, 100 тысяч, да, к примеру, в моменте. Минимальный остаток на месяц это будет 100 тысяч, ну и, соответственно, при наших процентах эта сумма может составлять, там, одну или две тысячи долларов и мы ее будем компенсировать за счет, ну, прибыли управляющей компании, там, или, ну, за счет дохода от продажи, там, токенов, да, там, и так далее, и так далее. Тут надо смотреть кэшфлоу. Мы продаем долю компании, то есть, вот, вернее, если точнее сказать... То есть сейчас вы уже эти моменты продумали и закладываете их в нынешнюю стратегию? Полностью, да, полностью стратегия вся продумана уже на ближайшие, так скажем, пять лет, даже восемь лет. На ближайшие восемь лет и включая активное участие, развитие токенов в жизни Амир Волит. То есть мы сейчас хотим в пятницу достичь какого-то ну, качественного, определенного результата и, соответственно, дальнейшие шаги тоже будем озвучивать, то есть мы предпримем усилия максимум для того, чтобы уже продвигать сам непосредственно кошелек, то есть мы готовим уже аирдропы, мы готовим партнерскую ссылку, мы готовим много еще каких-то определенных технических решений, чтобы действительно наш кошелек пользовался достаточно большим успехом, ну, большой популярностью, чтобы люди его скачивали и им активно пользовались. Соответственно... Но на самом деле на сегодняшний день, исходя из вообще в принципе сегодняшних ситуаций, то, что биржи блокируют счета, многие партнеры уже задумываются о том, а не вернуть ли бы назад деньги в кошелек Амир Волит. Конечно же, мое любимое слово на сегодняшний день факап случился, но тем не менее с Амир Волит мы достаточно долго и вроде бы как надежный кошелек. Поэтому хотелось бы все-таки удостовериться, что он действительно надежный кошелек, что все у вас просчитано и что люди могут довериться и, к примеру, с той же биржи Бинанс перевести деньги на Амир Волит. Да, мы сейчас активно работаем над разными техническими решениями, в том числе и ПТП-площадка. По крайней мере, мы, скажем, не подпадаем под санкции и мы будем максимально это защищать, скажем, чтобы наши клиенты, инвесторы смогли спокойно пользоваться там ПТП-площадкой и это может быть даже в текущей ситуации киллер-фичей, да, то есть многие биржи на сегодняшний день отказывают в обслуживании и мы даже это на себя ощущаем, отказывают в обслуживании граждан России и даже СНГ. Они опять же смотрят, что я там гражданин Казахстана, но в основном все запросы идут, то есть биржа оформлена там на мне как на физическом лице, да, потом к ней привязывается корпоративный аккаунт и идут запросы с айпишников российских, так скажем, ну, с российского интернет-пространства и они тоже очень, ну, за этим следят и чтобы лишний раз не наступить, ну, я могу грубо выразиться, они пытаются прикрыть свою полку, да, то есть естественно все хотят там, ну, ни с кем, никто не хочет ни с кем не ссориться и они, может быть, даже многие биржи инициативно сами начинают потихоньку вводить такие меры, да, там, может быть, никаких приказов сверху или еще что-то к ним не приходило, но на всякий случай они уже проявляют такие инициативы и все больше и больше там зажимают гайки. Вот на фоне всего этого мы будем выглядеть, так скажем, более привлекательно, да, там, и естественно будем развивать и рекламировать, продвигать, ну, рассказывая всем о своих преимуществах. но это будет не единственное преимущество, ну, соответственно, мы будем добавлять, дополнять, ну, то есть, например, тот же токен сейл, обладатель, например, 10 тысяч токенов, это 2 тысячи долларов, примерно, у него будет отсутствовать абсолютно какие-то комиссии, то есть, но это все равно в любом случае, Марат Амиревич, это немного в будущем, давайте пока поговорим про то, что есть уже сегодня. Почему? Мы же, те, кто купили на 2 тысячи токенов, они же не будут с пятницы уже привилегированными инвесторами, или уже у них какие-то будут определенные спитки? Да, мы уже внедрим, мы это, возможно, опишем, и тут же еще вопрос такой, вот, как в Тинькове, в моменте, возможно, мы спишем, в моменте, возможно, мы спишем комиссию, но в конце месяца или в начале следующего месяца в виде кэшбэка сумму, потраченную на комиссию, мы вернем, тут как бы вопрос... все, что делается сейчас, покупка токенов и доли, это уже будет отражаться в Амир Валет 1, вот в этом кошельке, который есть на сегодняшний день. и в данный момент сейчас ведутся переговоры с подрядчиком, вот наш руководитель, он сидит с ребятами, обсуждает уже технические детали воплощения в жизни Амир Валета 2.0. То есть, в ближайшее время мы даже уже, возможно, на следующей неделе увидим какие-то результаты для тех, кто первым из клиентов уже приобрел токены и доли, правильно? Да, и мы об этом будем кричать, и мы будем об этом просить наших клиентов, которые уже попробовали и почувствовали. Ну а что ж вы об этом уже не кричите-то? В общем, ребят, с Binance можно тестировать, пробовать, переводить с пятницы уже туда-сюда деньги, смотреть, как работает Амир Валет. Уже те, кто купил доли и токены, у вас уже будут бонусы на сегодняшний день, поэтому начинаем тестировать и активно используем кошелек. Так, Марат Амирович, следующий вопрос. Я не проверяла эту информацию, возможно, вы в курсе. Эстония высказалась против криптовалюты, как это может повлиять на Амир Кэпитал? Давайте любую информацию проверять, перепроверять и любую проблему решать по мере ее поступления. То есть у нас есть лицензия в Канаде, которая позволяет скажем, выполнять все те же операции и даже больше. У нас есть лицензия в Арабских Эмиратах, которая тоже дает какие-то определенные права. В любом случае решение найдется. То есть мы будем вести переговоры с правительством Эстонии. То есть любую информацию нельзя воспринимать как за чистую монету и дадите мне ссылку на эту новость, я может быть более подробно смогу прокомментировать данное заявление. Но у вас на данный момент нет такой информации? Да, нет. Такой бы наоборот. Значит, все, идем дальше, потому что я ее не успела проверить, как бы вопрос поступил, я его зачитываю. Так, Марат Амирович, следующий вопрос, он такой, ну, возможно, не про криптовалюту, но мне его очень хочется зачитать, потому что, наверное, это коснулось многих инвесторов, может быть, даже амбассадоров. 90% моей структуры отвалилось из-за последних событий. Люди хотят полностью выйти из-за мир Capital, но некоторые пошли дальше и написали заявление на меня и требуют, чтобы я им возвращал деньги. дает срок до конца месяца или заявление отнесут в соответствующие органы. Что мне говорить и как отвечать, если вдруг меня вызовут? это все равно нужно обратиться к профессиональному адвокату, ну, такое первое, что в голову лезет, ну, даже это сделать заранее. И в любом случае вы не обязаны и не должны отвечать за действия компании. И да, возможно, вы как условно представитель, менеджер по продажам, вы рекламировали продукты компании, но в любом случае вся ответственность лежит на самой компании. И, конечно, следователь, ну, я сам сталкивался несколько раз, тут, это тоже такая коммерческая организация, к ним обратились люди с деньгами, имеется в виду и заявители, это люди с деньгами, и ответчик, это люди с деньгами, естественно, они с обоих сторон будут драть по полной. То есть, те, которые написали заявление, они тоже, скажем, там, пострадают очень сильно, с них тоже возьмут много денег, просто так там нельзя написать заявление, а потом забрать, сказать, ой, а я не знал, что мне тоже по башке будут бить, я тогда отказываюсь писать заявление, они скажут нет. То есть, это, можно сказать, такая узаконенная бандитская организация, да, там, надо обратиться, и, если говорить, ну, вот, о конкретных каких-то действиях в свою защиту, ну, можете обратиться ко мне, я, соответственно, вам предоставлю адвоката, адвокат вас полностью проконсультирует, если вы, там, моему адвокату, условно, не доверяете, или у вас есть свой знакомый адвокат, там, под рукой, то вы можете полностью проконсультироваться. Есть 51-я статья Конституции РФ, если вы гражданин Российской Федерации, если вы гражданин, ну, какой-то другой страны, то тоже можно уточнить, что вы, ну, не обязаны давать показания против себя без наличия адвоката. И у меня есть определенный опыт, адвокату рознь, то есть, если они вам предоставляют своего адвоката, то это ни к чему хорошему не приведет. Вы от их адвоката можете смело отказываться, и адвоката, который вы наймете, или мы предоставим и так далее, то должно быть стопроцентное доверие. Между вами и адвокатом должен быть такой достаточно большой лимит доверия и, соответственно, адвокат профессиональный, он будет защищать ваши интересы. Если вы, я сейчас могу наболкать много лишнего. Марат Амельевич, смотрите, ну просто, давайте подытожим, я сейчас вам скомпоную сказанное. К примеру, вот молодой человек пишет, ему, ну, его вызвали, к примеру, вот, следственный комитет и начали задавать вопросы. Он сразу говорит, я без адвоката ни на что отвечать не буду. Правильно? Да. Я вам так скажу, каждое слово сказанное вами у следователя будет использовано против вас. И, скажем, чем больше вы будете болтать у следователя, тем больше у него будет каких-то аргументов против вас. Ну, он, например, задает много-много вопросов. Задает, задает. Он должен говорить, я вам не буду ни на что отвечать. Да? Можно, можно, ну как, не на, я сейчас могу наговорить в прямом эфире много лишнего. Ну, не надо ругаться. Вообще, честнее, ну, самое, это говорить правду. И, ну, можно сотрудничать, ну, то есть, содействовать, ну, отвечать общими фразами. Наверное, не помню, вроде бы. то есть, отвечать какими-то вот, такими, ну, скажем, неточными формулировками, к примеру, если нет адвоката. И, все-таки, настаивать на том, чтобы, вот, я хотел бы отвечать на вопросы в присутствии адвоката, да, там. Если следователь ведет себя, ну, там, совсем откровенно по-хамски, ну, вы тоже имеете право хамить. Ну, я предлагаю, вот, обычно следователи хамят, ну, чтобы у вас там в состоянии аффекта, чтобы вы разозлились, чтобы вы в эмоциях начали нервничать, допускать какие-то ошибки. Вот, соблюдайте спокойствие, всегда соблюдайте спокойствие и настаивайте на том, чтобы допрос шел в присутствии адвоката. И давите на 51-ю статью Конституции. Соответственно, в следующий раз он вас вызовет уже, вы проконсультируетесь у адвоката и на допрос лучше приходить с адвокатом. Ребят, на самом деле, когда я становилась ведущей Криптомир, могу вам сказать честно, я не рассчитывала на такие вопросы, думала, будем разбирать совершенно иные темы, но, видимо, темы интереснее. Как только я стала ведущей, так легкий Криптомир перешел достаточно сложный. На самом деле, Светлана, мы растем, мы взрослеем, и я не знаю, когда мы повзрослеем. То есть, у нас настанет момент, когда у нас будет 2 миллиона инвесторов. И, возможно, там, не дай бог, мы вырастем до 250 тысяч и мы пойдем до 90 тысяч. И грамотность в области правовых вопросов, в том числе, какие-то вот такие наихудшие, скажем, сценарии развития событий. то есть, на 2,5 миллиона инвесторов, которые мы планируем к концу года, найдутся, ну, скажем, 5 каких-нибудь таких, ну, может быть, сходу не разобравшихся, непонятных инвесторов. И лучше, конечно, ну, всем вооружиться, да, и, соответственно, ну, знать о каких-то... Марат Аминец, тогда с вашего разрешения мне бы хотелось бы еще прямой эфир с каким-нибудь адвокатом провести, который нас проконсультирует по всем вопросам, связанным с инвестированием и вот такими юридическими тонкостями, для того, чтобы наши инвесторы были в курсе, как минимум, всех новостей. Матургантовать, да. Ну, тут вопрос какой, он же, конечно, будет в интересах компании говорить какие-то вещи. Тут вы за чистую монету не принимаете там и вообще ее в пяти инстанциях перепроверяете. То есть, например, там, тот же Туров, он, ну, естественно, он своих там всякие там зембинские, мембинские там, вы вообще проверяйте, есть ли у него лицензия вообще адвокатская, да, И если человек кошмарит вас, то он хочет содрать с вас больше денег. Профессиональный адвокат, он всегда говорит, все будет хорошо и так далее и тому подобное. Так, ну ладно, давайте заключительный вопрос на сегодня. Мне бы хотелось еще задать про ЮСДТ. Очень тоже многих партнеров на сегодняшний день волнует, потому что не понимают, если вдруг что-то произойдет с ЮСДТ, что будет у нас в кабинетах отражаться, либо мы потеряем все эти деньги? Можно я дополню про адвоката? Давай. Что мне лично помогает вот в таких ситуациях? Вы сами у себя спросите, вы сами у себя спросите, вы у кого-то деньги воровали? Вы кого-то обманывали? Есть ли вот на эти несколько вопросов вы отвечаете нет, то вы абсолютно спокойны, абсолютно честны и, ну, естественно, конечно, лучше проконсультироваться у консультанта, но когда вы внутренне понимаете, что вы правы, то это, ну, скажем, помогает вам сохранять спокойствие. И самое главное быть абсолютно спокойным и отвечать на вопросы подумав, да, или там отвечать на вопросы скажем, через адвоката. Если вы не уверены или там понимаете, что ответ может использоваться против вас, то отвечайте размыто. Ну, наверное, не помню и так далее. И в любом случае сохранить спокойствие. По поводу USDT, это одна из крепких стейблкоинов и если рассмотреть под таким же углом остальные стейблкоины, они, ну, скажем, у них больше рельса в пушку, чем то есть вокруг USDT там очень много информации, в основном заказной. Если под такой же лупой рассмотреть любой другой стейблкоин, то у него больше вы найдете нарушений, чем USDT. И ну, вот просто эту информацию вот просто поймите, что любые другие стейблкоины в тысячу раз больше сделали нарушений, USDT. И как только он станет номером один, вокруг тоже начнется тот же хейт. Те же проблемы. И если говорить технически, то да, например, если что-то произойдет с USDT, это не произойдет за один день, у нас будет время принять решение. Соответственно, компания от имени своих доверителей будет принимать какие-то решения, и если это потребуется или у нас будут какие-то сомнения, например, то мы, естественно, посоветуемся с нашими доверителями, то есть, то ли уж с вами, с инвесторами, мы просто или поставим в известность, ну, заранее поставим в известность о наших действиях, может быть, дадим какие-то варианты. То есть, ребята, мы переводим средства туда-то, туда-то. кто согласен, то да, кто не согласен, то вариант второй. То есть, заранее об этом оповестим. Еще раз призываю всех людей в этой технологии. То есть, в любом случае, инвест-партнерам не стоит сильно беспокоиться, то есть, если не будет USDT, то мы перейдем просто на другую криптовалюту. Ну, стейблкоин. Да, ну, если совсем попроще, то да. Марат Амирович, большое спасибо, что вы ходите с нами в эфир. Всегда приятно с вами проводить прямые эфиры. Могу сказать, что я ваши аллегории очень люблю, но все-таки просто на самом деле люди просят прям конкретики, чтобы было коротко, ясно и понятно. Большое спасибо. Я надеюсь, что в следующую среду вы придете опять и вновь вам задам очередные вопросы от наших невестеров. Буду стараться поменьше использовать аллегории, мне тоже было приятно, и я сейчас в данный момент очень заинтересован быть, ну, скажем, откровенным, честным, открытым, ну, понятым и рад, что наши такие встречи проходят вот в такой атмосфере. Большое спасибо, Светлана, большое спасибо зрителям, слушателям и за поддержку, за теплые слова, за терпение, и, честно, очень много хороших новостей, и мы будем их понемножку, понемножку порциально выдавать в эфир. хвоститься. У меня на самом деле от себя, от себя вот лично, у меня прям есть одно, честно говоря, пожелание, чтобы в официальных каналах более разжеванно и подробно выдавали информацию, и ее своевременно выдавали, то есть, если вдруг происходят какие-то технические моменты, либо чинят кабинет, либо вдруг работают над приложением, чтобы сначала предупредили об этом хотя бы с вечера, ребят, завтра будут работать с кабинетом, завтра будут работать с приложением, чтобы не так утром встал, оно не работает и понеслось, что случилось, что случилось, просто заранее уведомляйте, пожалуйста, в официальных каналах. Окей. Все, спасибо, всего доброго, всем хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Global Star Club Возможности безграничны.